Я напишу презентацию 15 секунд до Айосного интервью. Чи кто-то из вас когда-то проходил интервью по скайпу? Назначаю на 17.00, то есть 17.00, за 2 минуты до того все добавились, пишут плюс-плюс, все готовы, все готовы, и 17.00. И вы уже бьете копитом, кто кандидат, я кандидат, 5 кандидатов чувствую, сейчас я всем покажу, что я тут пришел, и они еще не знают, кого они втратят. Зазначально люди нервуют, я также нервую, я много проходил и проводил співбеси, много я не прошел, и сегодня мы будем пытаться снизить процент людей, которые не проходят, потому что с обоих боков, с боку людей, которые проходят интервью, с боку людей, которые проводят интервью, очень много интересного. Ну, я же, я всегда думал, что не много интересного, но когда мы общаемся там с моими друзьями, коллегами, завесниками, выявляется, что очень много интересных историй, ну и сегодня, может, там, даже вспомнимать пару. Опа, сейчас что-то у нас уломалось. Как у нас укрепляется? Может, свернулось окно? Так, я думаю, я думаю, что это... Докс, я не знаю. Да. Ну, трошки про меня, почему я такую тему выбрав. Интервью десь с 2014 года. Привив десь 130 интервью из них. А почему такая тема пришла? Потому что я знал, зацепи, приблизно 130 интервью, которые я провел, 100 записей про кандидатов, с которых, в принципе, можно было сделать статистику. И сегодня мы поговорим про статистику, может, мы сделаем десь, ну, какие-то, может, даже висновки в Киеве, что сейчас происходит в индустрии и, в принципе, в Украине, скажем, в Киеве, и в всех компаниях, в которых мы работаем. Про это в разных компаниях. И интервью, и для аутсорса, для аутстафа, продуктовых, для стартапов, которых там практически не было. И даже научился на этом зарабатывать деньги. И я не знаю, что мы успеем, или нет. А если мы не успеем, то, я думаю, может, в конце просто, если кто-то задаст вопрос, то я расскажу, как я на этом зарабатывал. Это очень прикольная тема, выявляете. Ну и все, да, поехали. Класс за 130. То, я думаю, что, может, тут даже люди, которые не прошли у меня интервью. Если у вас в кармане ножек или нончаки, они не помешают их використовывать. Потому что есть много причин. Мы сегодня разберем, так и шторкнемся, чему люди не проходят эти интервью. Вот так я говорил, мои первые интервью. Людина, яка проводила у меня первые интервью, сейчас работает в компании «Свитла». И я его интервьював сюда. Через 8 лет после того, как он провел у меня моё первые интервью. На жаль, сегодня нет. Нема средь нас, но... Звичайно. Но, 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 но... У всех у нас бывают фейлы. Я думаю, что сегодня мы очень хорошо подготовимся. Потому что, когда начинаешь людей спик-беседовать, открывается другая перспектива, и понимаешь, что не хватало. А, Джейта, да? Что на сегодня будет? Первое, мы поговорим про эти самые стации. Вибачьте, пожалуйста, за аэститами, потому что уже ближе до пятницы и вырубается голова, и сегодня будет. А, что, на завтра, в каких компаниях интервью, на мой взгляд, были наиболее интересными, ну и сложными, я думаю, надо так сказать. А также, про это можно поговорить, что встегнем. И типсы, с всех сторон. Так же у нас будут вопросы. Первый раздел стал с конкурсенцией. Трошки графики. Не было у вас, ну, сегодня кода у вас не будет, то есть парадеки не будет, но я поделюсь трошки на красивенькие графики. Это, в принципе, страны, из которых я больше всего интервьюовал людей. Тут есть еще страны, из которых, буквально, было кое-дни-про-две люди, которые, в принципе, не принимают, особо великого, статистического не маяния, но там большого отношения, великого. То есть, большинство информации, в какой-то сегодняшний, оно будет про людей из Украины, то есть про всех нас. Так, следующий слайд, это един, я думаю, единственная статистика, которая тут не моя, это я взял с дома. Вона, в принципе, дает нам явление про то, где больше всего работают, где больше всего вакансии открыто, где лучше всего співпоседоваться. Ну, это еще не для кого секрет, что, в принципе, Киевцы, 40% как бы, всего украинского ID, и, в принципе, шанс больше найти себе что-то тут, особенно для людей, которые только начинают свою карьеру дальше. А что тут по Сирии? Что тут? Проценты. Это проценты ставят соки в Украину. Что? Вакансии? Вакансии. 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 Да. Это моя специальная статистика. 89% я провел ремонт. И эта практика увеличивается. Я думаю, что это очень классно. Вакансии. Тобто, было очень мало вирусов, когда я спецбеседовал в опуске. Я считаю, что это может экономить время и интервьюера, и кандидата. Это может как-то расслабить человек, который интервьюется, потому что, обычно, ну, наоборот, велика, особенно, если люди в Компании много стейджов. А еще гирше, если все эти стейджи в один день. В Украине такое бывает очень редко, но если вы когда-нибудь попытались попасть в компанию FUN, или такого же размера в компанию, то там может быть 5 стейджов за один день. Про это еще я поговорю. по платформам. визнавок вы сделали эту платформу. Я провел из Тайдер-Кью, 24% про IOS, и только 6% про MacOS. Макос, и дженерив не очень много, и рынок не очень много. Если люди не переходят, то мой визнавок такой, что если человек, и частично за все, я шукаю человека, которая перейдет с IOS в MacOS, потому что просто MacOS и дженерив их не очень много. И я думаю, что человек, которая перейдет туда, она может пренадоваться на реально нормальную зарплату. Но если вы очень много просветите на этом вакансии, и потом вакансий не будет, нужно 1-2 и 2-ю, то может много информации, то надо реально подтянуть. Ну, так. По мовам. Мовы 2014-го и 2019-го это, что я брал из рекламентов на вакансии. И ситуация изменится. В 2020-м уже не понятно, а что спросить людей про авторелиз pool. Сколько можно спросить про авторелиз pool, когда уже есть генерация программистов, которые могут не знать, как работает МРЦ. Нормально или плохое? Кто-то скажет, что все равно нужно тягнуть за собой этот безтягар. Если система работает самая, она работает лучше, чем мы, то это нормально, что появляются люди, которые не будут знать нескорянувые реализации каких-то вещей. Не с всем я там звук, но в принципе я за инжиниринг, и я так думаю, что должна быть нормальная база, особенно в домене, если у нас АЕС, то также нескорянувые штуки 100% надо знать. Но это еще и по-говорю. И света все больше и больше. Реально больше клиентов доверяют этой мове, и она полностью продакшн, уже, я думаю, не первый рік, я нам гаси, там еще первый проект работал 2000, 2016 на продакшн, очень спасибо, что это было, просто запарило, все сипалось, ничего не працювало, там, что мы можем выбрать людей, которые никогда не программировали на Абжективси, и это уже не проблема. А Абжективси не на свифте? Абжективси мы можем выбрать людей, которые не программировали на Абжективси. То есть, которые начали с свифта, люди, которые начали в 15-м, да? В 16-м, это всего лишь 3 года, но уже есть люди, которые программировали в принципе плюс-минус нормально, в соответствии с того, что он захочет индустрии. Не, свифт уже вышел раньше, где-то в 2013-м. В 16-м вышел третий свифт. У меня с первого начинал. Ну, тогда навык больше. Тогда уже эта генерация, в принципе, это уже часом. У нас есть гендер-гап. Я не знаю, почему он такой. Я только одну штуку. Я верю, что все люди, независимо от чего они все сделаны из одинакового амбюанса. Ну, я думаю, в принципе, я не знаю, почему так. Дуже много всяких разумств. Это просто статистика. Я не думаю, что это плохо, или плохо, или как-то еще было бы веселее, я думаю, если они были как-то более репрезентованы. Но, на жаль, ситуация такая. Не знаю, что может погаять женщин в реале работать в каких-то человеческих коллективах, но пока что ситуация такая. Она пошла нормально судьба? Да, причем классная и она проходила спів беседу в автомобиле, она ехала, и потом, когда ее стал грузить, ну, я там всех гружу, потому что оцей слайд про это. Нам не нужны, нам, про нас я вам скажу, индустрия. сейчас, в Украине, ну, большинство аутсорсовцев компаний, не нужны джунды. То есть, мы фильтруем этих людей еще на стадии рекрутеров, они, скажем, до меня уже не доходят и очень редко медлев. Это также специфика, будет наступный слайд там про это. И и назначается сеньор. И ты спилкуешься с человеком с самого начала, как сеньором. Если есть сеньор, ты спилкуешься как сеньором. Очень классно прошла, классные впечатления, никаких вопросов у меня особисто не было. Вот это про попереднее. Реальность в том, что когда ждут медлев, ждут сеньор, но они дешевле. На жаль, это реалии аутсорса. Если написано в вакансии, если мы ждем медла, и вы претендуете на медла, скажите, что за все вы нормально прокачаетесь, может даже на больничку там поедете, если у нас будет про это произойти, как сеньора, если что залежит от вас, или вы готовы на такой резкий рывок в своей карьере, или нет. Но вот такая ситуация, нужны люди, которые реально решают задачи и бизнесу. В принципе вся индустрия строится на сеньором. Никто, на жаль, не хочет связаться с джуниорами. Джуниор, я думаю, что все знают, самый дорогий специалист компании это джуниор. Почему? Потому что он сам ничего не делает, это по-петерсив переработает, еще раз волякает своего сеньора, или Тимлида по стене, и он же за Дилбах, и там, давай, почитай книжечку, то есть никто не хочет учить человека, который уже вырежет на данный момент задачи бизнеса. Как вы думаете, из 100 людей, сколько людей проходят, сколько не проходят? 50 50 50 50 30 Проходят технический этап, который я прошу, потому что много этапов. И там еще у нас есть behavior, скрининг, еще какие-то этапы. 10% 10% 10% проходят? Да. Ну вот, статистика моя така, половина проходит. И это очень классный процент. Потому что, если мы хотим найти сеньора, и мы шукаем, мы нормально тестуем человек, и человек проходит. Это в целом говорит, что большинство людей реально, ну, если они претендуют на сеньора, то они реально сеньори. Эта градация, она очень сильно изменится. Скажем так, но если мы берем украинские реалии, то, что сейчас называют сеньором, и какого человека шукают, они реально проходят. Я считаю, это моя личная вера в то, что этот процент, он высокий, и в целом Украина представляет себя хорошо. То есть каждый из вас делает вклад в то, чтобы этот процент был выше. У нас есть 35% людей, которые не проходят с различных причин, не проходят все стейджи интервью, и мы сейчас это также смотрим. У нас также есть undefined. Undefined – это когда интервью не закончился ничего. Ну, то-то нет никакого висновка в конце, я не поставил никаких оценок по ризному гаму. я спросил людей. А из них, ну, третьих, скажем так, это люди, которые просто не пришли на интервью. Я думаю, что там причина любит будь-який. Деньги просто снижали. Были такие смешные ситуации, когда люди очень сильно нервировали, и нервировали настолько сильно, что буквально несколько вопросов было, а потом обрывался с визором. Ну, я пишу, там, рекрутер пишет, и просто выключает телефон, скайп, все контакты, не отвечает, перенервировал. Я думаю, что, в принципе, ну, звичайно, мы все нервуем. Если какие-то важливые для нас кроки, то мы все нервуем. В принципе, если бы он там дальше как-то рухался, то он бы склав как-то, ну, хоть что-то мы знали о нем, и нам было бы уже легче. То есть, если бы на эту, скажем, компанию, или на этот проект была такая опция, что там можно было медведь поводить туда, может, мы его порекомендовали на медла. Я думаю, что, как там ситуация не зайшла, никто не померет. Но вас не заряжут там на этом. Особенно, если это скайп, можете долю там показать, и все что угодно, то вас просто не доберутся. То есть, 100% лучше идти до конца. Деяки люди, ну, мне кажется, на одном интервью мы начали, спілкувалися, спілкувалися, и человек, ну, не знаю, может, он как-то сгиб, что-то перед ним, и он не хочет съезжать. И он втратил зацикавленность в этом интервью, когда через 15, он просто в шар-таксе сгиб, все, да, заспокойся, но надто заспокойся, и мы уже не могли ничего. И потом, ну, оно не за каким часом также ничего. Ну, такие интересные данные. это очень интересные данные. фигня про нончак и ножа. На жаль, третина людей, приблизно третина людей, не проходит не по технических проблемах. И так, сповеседаешь с людьми, как, кто-то занял эту вакансию, а кто-то не. То есть не всегда вы решаете настолько круто технично. мы можем быть подготовлены, там, просто все, что угодно, там, на лид-коде задачки, вот так вот рубать, там, как раз на черными деревьями махать, и это все не приведет до того, что мы будем влаштованы в супер-файне, а также очень сильными апельсинами. Я співбеседую людей отдаленно. И вот это все таки людей, которые не читают. А вот это, которые читают, и это очень легко видеть. Зазвичай, мы просим людей включить в видео. Если человек не хочет включить в видео, это большой минус. То есть, если вы проходите интервью ремоу, то обратите на это внимание. По этому будет, ну, серед нас есть очень большие интерверты, которые просто хотят сидеть дома, в трансах, или без трассивных, которые просто все не видят, они классно делают свою работу, они не любят спілкуваться, или смотреть кого-то, или чтобы кто-то в них смотрит, или что-то такое. И так бывает. Но, обычно, очень редко бывает, что нет одной человека на проект, хотя бы 2-3, и мы должны быть уверены, что человек может работать с другими людьми, что она может спілкуваться такими же дикшенерами, как у всех. То есть, она не будет вам задавать. Я не знаю, кто-то из вас, колись, был на русском языке, там, пичпи, что там ходится. Ну, то есть, они не используют там, дикшенери, официйную, там, мову, а там просто, там такая заработка идёт, там просто, а, 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 ты, шкаляр, там еще кто-то с медиками, там, видаляю. Ну, все это также важно понимать, потому что, технически мы должны уметь общаться. А, и вот с приводу чтинг, ну, когда спосдствующая много людей, много вопросов повторяется. И скажем так, если я питаюсь солид, и человек не знает, что начинает выглядеть, а приколю, что-то кладут на клавиатуру, чтобы не было видно, что там клацает, Або включают наушники, типа, что они не почувствуют, если я там буду, а чинайк-бедах набирают. И ты видишь, что человек уже в Углении. Ты же знаешь просто, что первое в Углении. Ну, то есть ты сам это уже выучил. И ты знаешь, что если люди несут солид, там, опенклозит, опенклозит, то это значит, знаете, что первое значение, которое было в Углении. То это очень просто выявить. И, скажем так, если люди думают, что считывать на ремонт интервью легче, ну, может и легче, но только на какой-то процент. Это сразу, ну, я думаю, поднижает, я думаю, так, виток, который будет у людей. Потому что это не проблема, что человек чого-то не знает сама по себе. Проблема в том, что мы не можем быть полностью открытыми. Знову ж таки, работа в командах. И это очень важно, 100% будет для всех. Потому что, если она не будет человек, которая будет только там ездить по ухам, а сама там где-то, ну, то там будут неприятности для этой человеки, и для команды, и для менеджера, и для человека, который нанял. Потому что все это, ну, это, конечно, так, репло и далее. Итак, переходим до 2 секции. Буду намагаться еще один, чтобы сильно не растягивать. С того, что я видел, от двух до шести этапов это загально. Это не только технично, но и в компаниях. Сейчас мы... Вот это для меня очень интересная тема. Сегодня я думаю, что мы не встретимся. Я бы это в компании Топтал. Я не знаю, может кто-то слышал. Там на внутреннем проекте. И там было... Ну, я думаю, технических 100%, 3 там было. 6. Я думаю, что там 6 было всего. Очень интересно. Очень интересно. Интересно, что люди потратили огромные деньги на то, чтобы наймать людей к себе в команду. Потому что их продукт... Это так, что они продают годы девелоперов. Но сам продукт, он очень большой. И чтобы его внутренне поддерживать, и чтобы свой особенный продукт был классным, они наймали людей к себе в команду. И там просто вынимали миски. Но не настолько была классная побудована система. Это была внутренняя формочка. Спочатку очень классно отсевывали технические рекрутеры. Причем там было очень интересно, что нужно было человеку с хорошими знаниями английского. Все команды были ремоут по всему миру. Я там працював. У меня были команды люди из Аргентины, Штатов, Польши, где-то было. И нужно было найти человеку, которая может классно делать код, которая может делать дизайнерские решения, которая может работать сама, без пинка, без ничего, которая будет классно иметь communication с всеми членами команды с тем, что твой Team Lead может находиться в месяц. И если ты сейчас что-то не понимаешь, ты задаешь вопрос, ты лег спать, он потом прочитал, и только завтра ты узнаешь его ответ. Чтобы сделать такие команды продуктивные, они очень серьезно очень серьезные люди. И это сколько годин, как сказать, «людино-годин» на одного кандидата? До десяти годин, потому что на каждом из этапов одна людина проводит, и минимум одна, так называемый чат, когда она просто подъединится, если я споседую с человеком, это еще мой коллега, я скажу кандидату, что сегодня будет еще один процент нашей компании, он не будет принимать участие, он просто будет сидеть здесь, и мы будем обмениваться думками онлайн. Там были и парни сессии кодингу, и там разные виды интервью, залежно от того, какая человек там была нужна. Но втрачалось реально много времени, где-то у меня был сколько денег просто подраховав по зарплатам тех людей, с которыми мы работали, сколько денег втрачалось только на технический интервью, это даже не на пошук, это еще отдельно реквитери и все другие, то есть на одну неделю выключаться до такого до такой сумки, ну приблизно, но я так понимаю, что если компания выдачает такие деньги, она реально хочет видеть человека, с которой не так, чтобы три месяца не подъехал, и он там пошел. Это может быть очень серьезная история, и компания также готовится, кандидат думает так, ну а что он там пришел, это я тут напрягаюсь, это я нормально тут витрачаю свой час, час на те, чтобы анализовать резюме кандидата, задавать ему вопросы по этому резюме, была очень смешная такая ситуация, я споседовал два дня с Александром, я на следующий день был Александром, я перепутал их резюме, и то, что в первый день я думаю, с их резюме, а вы работали там, я вижу, что он начинает нервировать, ну да, ну да, а вот вы сделали это, а вот эти там фреймворки конкретные я начинаю задавать вопросы, а потом, через час, когда уже закончилось интервью, связывалось, что это завтрашнего Александра резюме, этот чувак никогда не работал в этих компаниях, у него и другие резюме, в этих фреймворках не было, и я не знаю, почему он сказал да, но он удивился от того, что ему сказали, и он сказал, что что-то у вас там не те, про меня запитано, что то не я, вы интервьюете другого какого-то чувака. так, так, тут у нас слайдик, про час, это, в принципе, украинские компании приходят легче. у нас нет, скажем так, я думаю, когда компании начнут выставлять заработки по 300 тысяч на год, там, с опционами, у нас также будет по 8 интервью на алгоритмы базы данных, архитектуры и дизайна. Ну, пока что, пока что там. Типы, это такая большая секция, а не больше, будем пытаться что-то проскочить, будем пытаться анализировать, что можно было у всего этого улучшить. Первый вопрос будет про резюме. Кандидаты, на жаль, в Украине, никогда не дадут свое резюме под компанию или проект, на котором они начинают рекламировать. И найти человека, для меня, как человека интервью какого-то, многое что другое, если я знаю, что эта человек по профилю точно совпадает с рекламой. Это окременно, я все время сегодня этого торкнусь, но если втрачать, я не знаю, 5 минут на то, чтобы адаптировать резюме, акцентовать что-то большее, чем это, нужно понимать, что рекрутеры, которые получают эти резюме, они просто не знаю, какого количества они перебирают, особенно большие компании, всякие фанги, они перебирают за день, наверное, сотни. И у них нет времени передиваться полностью все, нужно классный рекрутер, он смотрит три секунды, вот так, раз, с левого кута до правого и нижнего, и он уже приблизно понимает, да или нет, если да, человек идет дальше, если нет, это просто резюме летит хорошо. Это очень интересная история в разных странах, я думаю, что все вы работаете, скорее всего, в государственных или государственных компаниях, если вы работаете с иноземцами в год, два, четыре, вы понимаете, настолько сильно подразличаются канадцы от американцев. И когда ты в спинкуши и думаешь, ну, в принципе, они там все как-то тут, они приблизно все одинаковые. Никто не одинаковый, есть очень сильные такие, скажем, истории, что нужно знать, как работать с американцами. Они все говорят, что они сделали, был реквест, И там в ответ приходит, вы думаете, я смелый. А вы думаете, боже, боже, вильный, что это за лайно. И это нужно знать. То есть каждый из отдельных людей, не говорящих уже про спульную культуру, может спілкуваться с очень разными вещами. Потому что это знание. Про это есть такой прок-блог. Я никак не афилированный с этой структурой. Это ютубный канал, который ведет девчину, ее зовут Вика. Она сама из Беларуси, если я правильно помню. Она сейчас живет в Долине. Она делает интервью с русскому мовними, переважно девелоперами в Долине, которые живут. Если вам интересно, как попасть в фанк компании такого уровня, то есть очень много инсайдов. То есть люди, которые уже там работают, они рассказывают, как готовить резюме, как делать ваш entrance, как проходить скринги, бейхейверы. И это еще забавно. Потому что для них больше важливые какие-то другие вещи, чем для нас. У нас так, пришел, человек попадает, она все проходит. В принципе, мы знаем, что эта человек будет решать задачу. У нас все набагато простее. Ну, это и плюс, и минус, конечно. Но если хотите специфично будить, то лучше подгонтовать. Про это я никогда не писал ничего особи в... Ну, скажем так, надо специфично для людей, которые только начинают свою карьеру. Для юмора, для тренера. Николи не писать лайнапсиков. Была такая интересная ситуация. Я споседовал людей в Мексике. И было такое вещество, что грекотеры просто хватало людей на улице. И заносили, и садили біля скальпу. Люди просто стерильные были. И вот они... И вот чувак присылает мне резюме, что у него 15 лет, он был вкладышем в Computer Science в университете. Я думаю, ну, хоть сего мы уже наймем. И мы начинаем спілкуватися, а он просто... просто... ну там... ноль, там... нуль, нуль. И потом я... ну, закончили это интервью, мы его довели. Он сидит, ну просто так, дивился на нас. И я говорю, ну, как это может быть? А человек пишет, что она работала... Ну, даже если он там, не знаю, айос, но должна быть база у человека, можно же акцентовать как раз на этом. А потом, если человек сильный, она выучит айос. Ну, даже если он до этого не работал. У него и айос. А потом мне сказали, что в Латинской Америце, они, когда делают резюме, они просто выручат из мережей, где-то что-то натягливают. И ты думаешь, ты какой-то супермен думаешь. Ну, это просто элита, боевая пехота. Людина просто не отбивает, где она находится и что она тут делает. Бывает такое. Ну, в Украине это редче бывает, потому что у нас такие ставки высокие. Дуже прикольная тема с Мексикой и всей Латинской Америки, потому что они находятся в тех же самых часовых поясах, и они сейчас начинают делать нам конкуренцию. На мой личный взгляд, там меньше талановых людей, но они очень быстро развиваются. То нам нужно будет держать инженеринг. Но про инженеринг поговорим, может, на наступном Покахетте, если мы с ними добиваемся. И это немного другая тема. Вот эта история. Николай, пожалуйста, не добавляйте... Ну, это немного там было про его, что вы так знаете? Не добавляйте ничего, что может вас хоть как-то скомпрометировать, что супер важно для американских, например, компаний. Тобто там очень серьезные законы про дискриминацию. И если у вас есть хоть какие-то данные, про которые можно теоретически дискриминироваться, не взявши на спів беседу, то эта компания хана. Ее можно засудить очень серьезно. То есть, если у вас там написано только имя, они даже не добавляют имя, насколько я знаю, в штат, оно там зависит от компании. Они просто пишут инженер, инженер, и там загальная направленность. Если у вас есть фото, и вы там человек или женщина, а нужно человеку, кто-то хочет, чтобы человек приезжал, это может быть дискриминация. И когда рекрутер этой компании видит, что там есть имя, или количество детей, или еще что-то про вас, может быть, изабильность, или еще что-то, если он видит, что вас можно будет дискриминировать, он просто и выкинет, он даже не будет дивиться. То есть, он знает, что это для него могут быть потенциальные проблемы, как минимум персональной информации, и это уже сейчас приходит в Украину. Я думаю, что это также важно для аутсорсовых компаний, но я думаю, что это только вопрос времени, потому что мы также потенциальные цивилизируемся и, скорее всего, будем делать эти современные модели. Это больше про американские компании. Если вы посетите напрямую, через компании посередине украинскую, вы имеете CV и резюме, что они называют. Они немного отличаются, например, что такое CV в Англии и что такое CV в Украине. в United States, это также нужно поинтересоваться. То есть, что от вас ждет? Если реально рекрутер сидит и вот так вот просто один за одним, один за одним, у него не будет времени смотреть все ваши нагороды за все годы. Ему нужно так три строчки, чтобы он понял, что вы это тот, кто должен пойти в корзину наступной, в той пол, что уже их будут разглядывать. Хороший рекрутер ревер, зазвичай фильтрует кандидатів классно. И это очень офигенная тема. Если вы споседаете, то вы увидите с боку человека, которая проводит интервью, это просто какой-то рай земли, потому что все кандидаты, которые просто вытрачают ваш час, которые сами не знают, что они сюда пришли, они до вас не попадают. Сбоку людей, которые интервью проходят, нужно понимать, что не нужно относиться неповажно. Типа, давай мне сразу своего тим-лида, что мы тут с тобой сидим. Не знаю, в 2019 году кто-то из рекрутеров загадки даёт про веревку с бензином, или где вы себя увидите через 5 лет. Я думаю, что этого практически уже нет, но и тут нужно сказать, это интервью перв-скрининг интервью также потребует какого-то подготовки, как минимум. В мереже очень много материалов, я не знаю, что специфичное, но это также тема, которую я выставил. Про это со мной особенно на начале карьеры интересные истории, когда в моем резюме написано в тексте или что-то такое дописывали. И потом я сижу, я отбиваю, думаю, что я такого не писал, что у меня такого не было. В принципе, это стандарт виселать резюме в таком формате, в котором никто не может там ничего не добавить, не убавить. Я не слышу уже про такие истории на сколько лет, может так еще и есть, но если так и есть, то это вас в принципе застраховывается. Ну и какой generic тип? Просто почитайте, как делать классные резюме. очень много думаешь, ну резюме, ну что там в том? Ну я написал, что я там внизу, я там все могу, что с руками працюю, голова еще там что-то варит. А потом начинаешь слушать людей, которые знают, как это делать. И даже сервисы, где люди делают за вас ваше резюме, классно, и читаешь, и думаешь, блин, а я всего этого не видел. это тоже может реально помогать, особенно если ваша карьера только начинается. Два питания, которые вы должны задать, если вы влаштовываетесь на работу, без каких в принципе приходить не имеет никакого сенсу. Первое питание, и это очень важно, вы приходите на вакансию, и вы знаете, ну там, 3+, если это 4, вы знаете, что вам будет. У вас будет офис, блюшки, прикольные люди, еще что-то. А вы приходите к клиенту, который не знает ничего, и выглядит так, что пришел чувак, ноги складывал на стол, ну что, брать будешь? И первая человек, которая спрашивает, как я могу быть интересным вам, что я могу сделать для вас, она просто получает вот такой голос. То есть, если у вас есть возможность общаться, ну, это обычно, когда вы встречаетесь с представителем клиента, если это отсутствует компания, и вы спросите, как я могу быть интересным для вас, что бы вы хотели, чтобы я для вас сделал? Или это отвечает вашим личностям? Он скажет, я хочу, чтобы ты мне там, у нас была кордата, а сделай мне на сей, вместо кордата. И вы думаете, что она такая не подписывается. Я такой, не хочу таким заниматься на следующие 2 года, сколько вы просеете. Но человек, как это вопрос, это 100% область. Другой вопрос, это, в принципе, это уточнение времени. Если вы меня не наймете, и пройде три месяца. Ну, в компаниях там, есть какой-то термин, который на вас смотрит, или нет, или нет, или нет, или нет, если вы спросите клиента, он реально понимает, что вас интересует, чем вы будете заниматься, ваш личный интерес, что, кроме всех, кто пришел и сказал, дай денег, есть человек, которая реально интересует, чем я буду заниматься, или нет, или нет, или нет, или нет. Например, можно даже так конкретизировать. Проходить три месяца. Что вы хотите, что случилось через три месяца? Вы меня наймаете сегодня, мы работаем три месяца. Что должно случиться? Это очень сильно залучает на вас attention с того бога. Ну, я тут у меня на таких рассылайте, я дам. Это ну, я такой художник. Представьте, что это кровь, она так печет. Как феймер, да? Боблазка. Это, я думаю, это, я думаю, это, я думаю, самое главное, можно даже слать в этой презентации, потому что без этого синтез не изменился. Так. Загальней, будьте подготовлены. Все ж таки, готовьтесь. Уже мало ситуаций, когда человек без подготовки смадуна заранку проходит в классную компанию интервью. Ну, есть такие истории, когда начинаешь спиковать в индустрии. Да, я там один раз что-то напугался что я там рассказываю, я ничего не помню. Ну, зазвичай так не было. Зазвичай так не было. З приводу этого, оцей линк прямо сейчас на ДОУ чувак сделал тему, в которой он написал марафон по проходению всех интервью, ну, с акцентом на технический фанк. Тобто, он хочет прийти, у него будет время. И сейчас очень классные поради людей, которые, в принципе, работают в фангу уже на данный момент. И в Гугле, и в Фейсбуке, и где заодно. Кожен каже, что были за задачи, на какие акцентовать, потому что люди реально требуются. Чтобы попасть в компанию такого уровня, это, в принципе, очень сложнее, чем работать у нас в среднем. Ну, в среднем, в Украине. Но, ну, тут просто без вопросов. Людина, которая просто, даже не очень хорошо резюме, она не может, если вы не решили все эти задачи, 100%, это просто не 99%, это 100%. интересная вещь, связанная с тем, что вот они, вот вы приходите в iOS-девелопер, и там якийсь стартап в долине, и они уже получили деньги, и им надо найти людей, они не будут спросить вас, это очень большая особенность стартапов, которые прямо из Америки будут работать, они не будут спросить вас, какие фреймворки вы знаете, сколько лет вы там отсидели, они будут глупить вас по базе, просто по всем цим деревам, они будут думать, нафига я с ними связался, ну, эти данные, это там, лабораторка там, с третьего курса, там, или с другого, кому воно нужно? Потом они наймают людей, которые вот так вот шуруют, и они наймали вас, и все, а потом говорят, ну айоса пока нет, пишите титон, а там будем, и потом этот кот через два года падает сюда, и мы сидим, и думаем, а люди крутые, просто индустрия там працюет так, что там не наймают людей, ну, скажем, особо в великой компании, в великой компании, в принципе, у них там есть специализация, маленькие компании наймают людей, которые могут решить задачу, а не так, что нам нужен айосник, или еще кто-то. Поэтому, ну, 100%, особенно если у американской компании нужно тренироваться, делать то, что они хотят от вас увидеть на этих спів песнях. импостер синдром, не дайте шансу синдрому самозванца. Мы все крутые, когда мы пишем код, вот мы зашли в код, вот это я пишу архитектура, а то я козел, что ты им писал, вот блин, я все прорабляю, я такой нормальный, а он не очень, все же, ну, постоянно, да, цей парень классный, а попередний парень что-то не очень, что-то он не понимает, блин, что это он наобил, ну, такое, ну, а мы тут сидим, а когда начинается интервью, ты думаешь, прийшло одно, друге, что-то там провалив, и начинается, может, я не такой крутой, а может, я не шарю, а там люди в Америце шарят, а мы тут сидим уже третий рік, там, свирт, что-то там еще, может, я не шарю, не давайте шансов, там, есть прям целые, великие там, статты, я не знаю, не знаю, как быть уверенным в себе, просто, понимаете, что вы, что вы есть, и, что важно, не меньше, люди, очень часто, особенно, если я где-то провалился, сразу все, может, я не буду, может, еще что-то, никогда не сдаваться, вот это, что я рекомендовал, особенно, когда я видел такие настрои, в компании, где у нас было больше, чем одна техническая співесида, это, на первую, человек просто, ну, серьезно, тяжко, ты понимаешь, что человек под стрессом находится, какой-то, подзвонит человек, и он его грузит, и грузит, и грузит, и грузит, потому что надо все понимать, что человек может, что человек не может, максимально, если мы отдаленно находимся, и это, естественно, стресс для людей, не сдаваться, ну так вот, коротко, да, ну это, в принципе, да, это, что у нас, працюем, працюем, потом, да, переверти, как оплайдность, вот это, не надо малина, числа, или нет, это реально витяжка с первого периода 2019 года, по джинни, то это люди, которые были приняты, из которых был сплаченный бонус. Ну, если вы увидите, какие позиции, это уже менеджерские, это, скажем так, инженеринг менеджмент левел, это не стандартный девелопер, но это классно, чтобы не прогадать, люди, которые находятся на моем проекте, которые много работают, которые, в принципе, нормальные сегодня, называют «під час такой зарплаты», что хочется сказать, а ты не хочешь там, ну, сам себе подняти, ну, 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 я, в крайнем рекомендувала, ознайомлюсь, есть всяких сайтах, типа Глазбор, но они не очень классно работают, если у вас есть люди, скажем так, если вы платите там какую-то испанскую компанию, найдите кореша в Испании, или среди друзей друга, найдите кого-то и скажите, что там за зарплаты, сколько правильно, потому что разводили, и там рассказывают, и такие всякие штуки, если вы работаете, особенно если вы заряжаете на какую-то серьезную работу, то вы 100% будет классно, чтобы вы понимаете, и за что вы это делаете. Я верю, что финансовая мотивация очень важная. Я, в принципе, и так любил свою карьеру. Завжди претендовал на позицию выше, но только на одну. Конечно, если Джуньев пытается попасть на семьюра, он может проехать тысячу спів месяцев, ничего не покраситься, и просто у всех этих компаний, скажем за все, двери будут закинены, ну, хотя бы на 2-3 года, люди просто тратят возможность туда еще раз переапливаться, если такая возможность будет. Я все ж таки вірю, что классно себя всегда подтягивать на ту роль, на которой ты еще не был, и это довольно классно прокачать. но многие люди думают, что если компания классная, то она может прям из вас сделать, ну я не знаю, работников есть такие истории, что люди просто, людям дают тестовое завдание на неделю, або на 2 недели. И у меня были такие ситуации. После одной такой ситуации, когда я работал практически на двух работах, мне написал чувак из Ирландии, хочешь в Ирландию? Я написал, я с понедельника по пятницу працював, по 12-13 годин, працював на эти две компании, а понедельник я все это писал, и еще по субботах, и понедельник, и я ему выкладывал, а он даже не выдует. То есть, ну, я с первого перекинался, насколько серьезные мотивации вас туда попасть, насколько вам оно нужно, потому что люди въязываются, много времени, а потом думают, что мне было нужно. И нужно реально обговорить все эти речи. А если у вас сейчас есть проект, вы пытаетесь перетащить вас как-то, может, и троехать, может, сказать, что у меня нет времени, если вы сгодны, а если не сгодны. Это всегда человеческий фактор, и он также работает. То есть, не всегда люди, которые заинтересованы в вас, как в кандидатах, могут иногда идти там, если очень строгие, реквайерные, которые могут не подходить, если вы им будете интересны, может, серед других кандидатов, которых вы уже были, вы можете пройти, и можно много таких простых условий. у нас не работают. Были такие истории, когда приходил на интервью, приходила человек, которая думает, ну, я просто сейчас покажу, какой личный человек, что я знаю 100 анекдотов, и что все равно будет весело. В Украине так не работают, потому что у нас, в принципе, бизнес сервисный, мы реально должны что-то делать руками. И когда нас наймают через аутсорс, или аутсорс, в компании, ну, не будет такого, что я где-то пропал, там где-то неделю у меня не было, а потом сказал, что я там что-то крути-вкрути, оно не накрутилось, и ничего. То есть, команды, скорее всего, будет нужна человек, которая не просто классная в социальном смысле, а которая все-таки умеет что-то делать, даже если у нее есть какие-то просадки, или просто интроверты. Просадки я имею в виду по спілкуванию, по передаче информации. Как торговать? Как торговать? Это очень большая тема. И очень много классной и интересной информации. Сейчас, в связи с выходом в Штатах, целая низкая заказа про антидискриминацию, стало попадать в мережу очень много информации о том, сколько люди зарабатывают. Люди даже объединятся в таком объединении, где каждый, кого наймают, рассказывает сразу, какая зарплата, чтобы рынок знал, чтобы не было возможности, скажем, продискримінувать людину по зарплате. То есть, если одна людина работает какую-то работу и зарабатывает 200 тысяч в год, чтобы другая которая наймается на такую позицию, чтобы она знала, что сюда зарплата 200, а не 80, и еще что-то такое. Это очень интересная тема, что мы не сможем ее покрыть. Это также относится к тому, чтобы быть все-таки посмелее. Очень часто встречается так, что человек как специалист технический классный. Великий стаж, много чего может. Ты видишь, что человек работает, только начинается по зарплату, и человек закрывается. Я никогда не совпадаю с приватом, поскольку человек хочет денег, но я общаюсь с людьми. У меня были компании, в которых я общался с СТО, потому что СТО знал эти зарплаты, и он мне говорит, что смотрит на нее две люди, они примерно одинаковые. Ты хочешь больше, то и меньше. Им еще нужно было как-то понимать. Это также важно. Я думаю, что кандидат должен отстойвать свою позицию, и находиться на компании, в которой он не работал, не так, чтобы вы мне платите, а я согласен, и все, а так, что мы с вами сповпрацюем, мы равны на этом рынке. Если я прошел вашу сповпосуду, и вы ее провели с вашим боком нормально, это значит, что я отримаю свои деньги достойно, что это не привид как-то перегниживать меня, как-то напрягать, как-то рассказывать что мы по-иншому думали, а если вы думали по-иншому, вы должны были провести кращий интервью, и кращий интервью чтобы вы знали, что я вам не подхожу. А если вы не приняли, то я вам подхожу. И это уже такой нюанс, что нужно отстойвать свою позицию так же. У меня прямо в карьере были такие истории, что не буду сильно рассказывать про них, но в некоторых ситуациях нужно проявить себя в том числе, это уже не имеет отношения до технического как-то 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 спецпроцент. Это звучит ворох. Но это очень редко для Украины, потому что у нас в принципе и большинство мы все делаем по всему світу. Скажем так, я працював в 19-му році, таким летом, в индийской командной. И это очень сложно, я думаю, что что-то... Да, много кто працював, они очень особливые. Но прикол в том, что они думают, что они особливые, потому что у нас очень разные культуры. Они очень по-разному реагируем на ситуацию, мы очень по-разному говорим «да», «так» или «ну». У нас разные виды ответственности и многое вещей. Если все это не понимаете, то 100%. То есть, если вы начинаете быть уже тем летом, и особенно если... А это только вопрос времени, когда команды начинают быть интернациональными. У нас сейчас еще Африка, у нас еще Ладинская Америка. И я думаю, что через 2-3 года много кто из нас будет працювать еще больше каких-то лет, чем сейчас. Это реально очень важный фильм. Ой. Прискочу. Важное. Спитайте, на какой стадии сейчас проект? Ну, обычно рекортируют заходят. Ой, только начали. Там еще ничего. Вы сами все будете делать. Весь выбор, что захочете, все будет. Приходите, там совсем другая ситуация. Это очень важная ситуация. Люди, если что-то не так, уже через неделю люди демотивованы. И от работника я постепенно не буду. И потом будут проблемы, почему они наняли людину. Да. И самому ему будут проблемы. Он просто будет ждать, пока его звольнят или пиде сам. Ну, то лучше запевните, что это то, что вы хотите. Николи не принимайте оффер в той же неделе. Вот бывает так хочешь в компанию или на какой-то специфический проект. И тебе тут пишут. И тебе пишут. И тебе пишут. И тебе пишут. И тебе пишут. Йес! Йес! Ну, скорее всего, если вы были в активном пошуке. И у вас, может там еще, почекайте, может еще на одну интервью сходит. Вот американская индустрия. Дуже-дуже, ну, така растянута вчасово. До нас, как? Можете висеться и все же день отримать оффер. И уже працювали. В Америце, много людей, кто переезжает и начинает там шукать работу, они просто разрывают. Как так? Можно просто месяцами шукать работу. Чому? Потому что этот negotiation, он постоянно, с одного боку, с одних ворота, в другую, в другую, в другую, в другую. И это такой футбол. И это, ну, а так, вы хотите. Ну, а давайте дешевше. Окей. А sign-up бонус будет, да? Платят. То есть, если ты хочешь на работу, то ты платит такой бонус. Не будет. Потом, ну, давайте, мы подумаем. Ну, мы подумали, мы вам дамо sign-up бонус. Окей. А что еще будет? И вот они этим занимаются. Это для нас, ну, очень сложно и тяжело. Ну, но всегда лучше, даже в Украине, я думаю, иметь больше одного выбора. Я верю, что это будет лучше для всех. И для вас, если вы выберете больше то, что вы захотите, да? И для компании, что она отримает работника, который больше зацикален в том, чтобы працювать все компании, а не просто человеку, в которую мы нашли. И она может. И для технических, и для технических, ну, мы будем, наверное, что-то не поможете. Намагайтесь всегда поспілкуваться с кем-то, кто працюет в этой компании. На боце замовника, возможно, если это какая-то компания Штанев. Может, тут. Не всегда человек, который принимает решения в компании, проводит интервью. Я тут даже вот так пробиваюсь. Будь-яким чином, как можете, что можете делать, скажите, дайте мне его. Кто там у вас ответит? Я хочу задавать ему вопросы. Если вы уже прошли успешно технический стейдж, скорее всего, вам скажут да, потому что это практически возможно. И можете узнать много интересного. Чего вы можете узнать? Вы можете узнать очень много интересного. Ну, например, что вы не хотите работать на проекте. Другая интересная речь. Свежий проект. Только начали речь. Ихав кальмит первый год назад. Рек тому, в принципе, можно нормально работать, а это просто уже мамонта и, ну, если вам будет там интересно, какой-то супер древний проект в него копаться, как втрачать свою экспертизу, и становиться меньше интересным на рынке послуг. Ну, это ваш выбор, но нужно в этом впевнение. Уни-тесты. Ну, все от NDA, никто вам ничего не покажет. Но можно спросить, а особенно если вы в офисе, вы на ремоуте, а можно из своего ноута просто сейчас открыть панельку, и мы посмотрим. Во-первых, вы увидите, сколько там тестов. Как будто старый проект – это очень важно. Вы понимаете, что делатьทำ и на новое, что писать, что за кем-то, что подписывали, кто там 10 лет там, вот так вот. И потом вас наймают, через неделю вам говорят, почему мы не сделали, уже первый ТАСС, а вы просто ааааа сани, думаете, это не посыпалось, и он таки не подписывался. Чтобы вы таке подписывались, чтобы вы понимали, на что вы подписываетесь, просто скажите, даже если проект реально 5 недель, человек просто так повернет вам, это и нажмите «Команд-Р». Сколько тестов? Пройдуть они, или не пройдуть? И вы сразу слышите, зазвичай, что мы все планируем, мы скоро начнем с понедельника, мы точно будем записывать иные тесты. И вы, в принципе, понимаете, какая ситуация, то вы также можете добавить еще один поинт для того, как вы сделаете ваши решения. Какой язык вы используете? Вот довольно интересная вещь. Человек, который меня впервые посетили, сейчас работает в компании «Цитл» на позиции «ГС-инженер», и он там практически все пишет на плюсах. И ему по-прикому. Просто потому, что в iOS за много лет он не найдет для себя еще чего-то интересного. И ему сейчас реально прикольно работать на проекте, но если бы вы наняли человеку, который знает только SWIFT, который не очень, по низкорезненными штуками он был в этом проекте, он бы там страдал за этот разработчик. Да, поэтому 100% лучше спросить, что они реально хотят. На жаль, не всегда співпадает рекваймент, который есть на вакансии, с тем, что вы будете работать. Бывают такие не очень хорошие реквайтеры, которые просто берут из мережей, что-то там просто смиксировали, ты плетаешь человеку, а потом человек приходит на проект, а там просто про это ничего не говорят. Думаю, нафига? Они меня спросили, что я знаю, что такое РИЛ, если на этом проекте никогда не было, и нет даже план. Не всегда можно вспомнить, бывают такие ситуации, когда приходит клиент и говорит, что у вас есть сейчас человек на БНЧ? И ему говорят, что есть, а у них нет. Им нужно найти. И реквайментов нет. И вы не просто придумываете из неба, просто потому, что бизнесу на данный момент, прямо сейчас, нужно показать, что есть какая-то там человек, и бывает много всяких таких ситуаций. То есть это не всегда співпадает, но лучше так же это привлечь. Ну, если хоть какой-то специфический knowledge будет необходим, так же, короче, это объясняет. Я консперсировал на проект, и я пошел, и мне сказали, что все новое, и там все, а потом там была кордата, и там на все деревья было рухать, и там руками все эти истории, но я просто там чуть не скользился с этим кордоном, потому что новое им не понравилось. И никто не сказал про это, что в принципе основа всей аппликации, она была, ну типа, не мала ничего, в принципе, там практичного с IOS. То есть 80% всей разработки, всего проекта, но это не был IOS, до того, что я хотел. И это так же 100% я переверил, целый заход на мой проект. Можно попросить, если додают тесты, а они вам не видят, это уже не было. Попросите, что-то в подфайле, в подфайле, вы можете поделитесь, и вы видите, ой-моё, библиотека там парсировали джейсони с 7 лет назад, а она еще тут. И вы уже понимаете, что там в проекте. То есть, вы приблизно, я это не услуяю, вы можете понять, что там за история, и что вам оно реально нужно. Попросите про структуру команды. Есть люди, которые классно работают по одному. Чтобы его не торкали, он там сидит, он сидит, у него все классно, просто не торкает, и он делает свою работу. Если такая человек, скажем я, я работаю ремоут уже 6 лет, я не люблю офис, все грустно, все там толкаются, кто-то там что-то там, музло, десь что-то упало, мне потребна повная тиша, только тогда я могу застеревниться, я нормально працюю. Все інше, я просто не люблю офисы. И если, скажем, мне это не подходит, то лучше я про это дизнаюсь. Если там будет команда такая, что там будет какая-то там иерархия, что просто постейно я буду за своими поведениями напрягать, мне так коштно не подходит, это тоже можно дизнаться. Зазвичай команда рассказывает, что есть там так и тем лид, есть еще тех лид, есть еще там какая-то команда, и вы, в принципе, понимаете, что вам оно подходит, что есть люди, которым просто нравится работать в условиях стартапа, они могут работать по 16 часов на день, но чтобы просто их никто их начипал, чтобы им не было никакого командования, чтобы им не сказали четко, что делать это, что делать это, что делать это, ну, то есть environment matters. И, какие планы команды на один год? То есть, если вы понимаете, что там, где они хотят, будет через год там вам не интересно, еще я думаю, для людей, которые интервьюуют, лучше было бы понять, много людей, которые проводят интервью постоянно, среди нас. Ок. лучше бы понять, что, на жаль, в условиях это не всегда возможно. Что он реально хочет? Потому что он будет доволен от нас настолько, насколько мы найдем людей, которую он ожидает. если мы будем просто заносить, вот как было у меня с этими чуваками, у которых там было 15 лет компьютер сайенс, а, ну, задоволеней никакого не будет. На жаль, не за феном, может у нас даже в резюме там появится таке, что мы не захочем записывать. Поэтому лучше бы знать, ну, так, по-хорошему. Для тех, о Job Description, это то, про что мы уже поговорили, что, на жаль, не всегда Job Description есть. И... тут нужно импровизировать. Что問 человеку, если нет рекламентов? Ну, сразу же можно про что-то поговорить. И, конечно, структура такая. Ты вот питаешь какие-то поверхневые точки, а потом видишь, вот тут что-то интересное. И ты вот так же самое, глубже, 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 и ты дивишься, до какого там люди надейте. И, таким чином, в принципе, можно выявить загальную базу людини, где, разумею, что, если человек гарно деградована, даже если на проекте сейчас нет потребностей в людях, которые будут решать какие-то очень сложные задачи, а тут у нас появится, кто будет решать эту задачу, и если будет человек, которая, в принципе, может быть инженер, то вважайте, что мы, как люди, которые наймают какие-то вещи, сделали свою работу гарно. Я хотел бы, чтобы все все релевантные вопросы, которые интервьюируют. Ну, на жаль, есть целая несколько людей, которые просто самореализируются. Они хотят показать, что, ну, ты диви, я выучил там, я не знаю, а ты не знаешь, что ты за великое, что это такое. Я верю, что, в принципе, мы все достанавливаемся, ну, у каждого из нас есть плюсы и минусы. Мне очень хотелось попросить людей, чтобы они задали релевантные какие-то вопросы, чтобы они не выделялись, а ты думаешь, я в молодости. И так далее. Ну, это таки, в принципе, если вы будете совместировать, это уже инженеринг-менеджмент, если вы будете совместировать людей, в том числе, на, скажем так, с позициями менеджмента, вы будете 100% торговать за гроши. Задача компании отримать найкрашу специалисту замечать гроши, задача специалисту отримать найкрашу заплату, которую он только может в этой компании. То есть, я не знал людей, которые получили увеличение до, скажем, инженеринг-менеджеров, там, senior-engineering или vice-president of development или что-то такое, которые не смогли торговать себя, как циганы. Может, это приходится с часом, я не знаю, потому что я никогда не торговался с людьми, но человек, который это гниет, он 100% отримает в компании и СТО, и все эти высокие позиции. То есть, это также очень важно. Это очень важно. Я думаю, что в принципе, возможно, в ситуациях, в которых и недели, в которой человек может споседаться, но реально надо понимать, что-то, потому что это обличие компании. Хотелось бы, чтобы такого было меньше, потому что у меня, в Корене, также были выходы для деталей, но не только в разу, потому что это не так. Ну и это также про это, что вы не должны быть разумнее, чем кандидаты. Вы реально должны понимать, что вы питаете, потому что невозможно быть разумнее за всех. На каждом супер-карбойе есть супер-ниндзя, а на каждом супер-ниндзя есть еще какие-то что вы думаете, и очень много классных, разумных людей. Я думаю, что все интервью не должно скатиться в те, кто там лучше. Вы знаете, если вы видите, лупает директора по обличке, кто первым падает. Чтобы все это не перейшло в это, нужно какая-то подготовка. Этика. Я считаю, что если проводится ремонт интервью, и кандидат не включает або интервьюер это не очень этично, это не очень прикольно. Я думаю, что компания должна поважать человека, кого на спорте даже если они разъясняются, и у них не будет ни в каких планах один с другим. Эта ситуация, из того, что я вижу, покращается. Иногда у нас в Украине цивилизуется, и у нас уже нет такого, что позволяет, где-то села, мужик на майке, будилка и водки. Хотя так было, еще 8 лет назад, ты просто говоришь, что человек сидит голая или что-то что-то принял. Про книжку. Есть вот такая книжка, «Креди инстекуты интервью». Первое объединение этой книжки сейчас очень неактуальное. Ее написала женщина-программист, которая работала много в фангах. И она даёт гарный инсайд на то, как, в принципе, выглядит структура интервью. У ней много переведений было. И в этой книжке там, в принципе, разные задачки И вона питает, что питают. И главное, вона поясняет, почему это питают. То есть, великая компания, скажем, Facebook, хочет видеть человеку, которая решает своё, если ты в Apple, то там может быть неважно твоя специализация, но важнее загальный инженеринговый бэкграунд, скажем так. Потому что люди, обычно, могут работать с маленькими командами, там очень большая security. Людина, которая работает над какой-то фигней, потом через год узнает, что она работала над Apple часами. То есть, она даже не знает, потому что они так разъединяли команды, чтобы никто не понимал, что это будет за продукт в конце. Они очень большие ренды, и они понимали, что из всех этих продуктов они выкатывают не все. То есть, все это ренды, что там заканчиваются, какие-то проекты, и, ну, скажем так, эта книжка, я бы сказал, но только шукать я не помню точно, я думаю, что это один застань. Вот это, нещодавно, у меня товарищ, который знает, что я много спинеседую, спитал, вот у меня сейчас будет спец, а что питать людей? Ну, там потребен, человек на проект, а уже эти все свифт, вот такие реквайменты, больше ничего нет. Что питать? очень много интересных вопросов на всяких стековерфлоу или других сайтах. Вот ты просто заходишь, выбираешь какую-то тему, и выбираешь наибольшую рейтингу вопросов. И ты сразу понимаешь, какую проблему решают люди, и по интересным ответам ты понимаешь, как люди на данный момент ее решили, или есть там элегантные решения, и под этим можно просто годинами проводить. Это очень интересно, потому что особенно если есть конкретная спецификация, можно прямо выбрать, вот есть там у людей кордата, нужно знать кордату просто, весь проект на кордате. Ты находишь и думаешь, а что сейчас по кордате люди будут делать? Наверное, если бы не работали такими людьми с кордатами, ты можешь сильно напомнить. Ну, я никогда не даю великих домашних заданий, таких, чтобы перевернуть, совсем никогда не дать домашних заданий. Я решила там задания и по тижню, и решила там, какие были на 8 годин, типа за один день, там нужно было сделать какую-то штуку. Если это не супер компания, с супер великими грошами, или перспективами, все это нет, потому что это лучше будет для кандидатов, и для людей, кто интервьюирует. Я не буду значить просто много времени, не знаю, на что, и будет больше поваги один до один. Дуже люблю парный кодик. Посидите с человеком, я не люблю на дучке писать, когда люди в синтетических условиях, что там нет автодополнения, я не понимаю. Когда меня это спрашивают, я говорю, давай, давай, открываем какую-то, хоть, я не могу, писочницу. Сэндбокс. Да, сэндбокс, ну хорошо, просто открываем, давай, попишем, я тебе там перекидую строчки, посортуем, что-то там сделаем, много, но после не очень люблю, есть люди, которые рассказывают, что просто сказка. Начинаешь ходить, и ты понимаешь, что как-то человек натренувалась проходить интервью, прям навичку получила проходить интервью, а уровень навичок практических реально ниже. Ну, это таки, вот, чтобы отсылать, або лучше понимать таких кандидатов, то 100% рекомендовал бы парный кодинг. И, я бы очень просили всех, кто споседает, будь ласка, будьте причем, помните, что вы репрезентуете компанию, компания поклала на вас обоих, если вы не хотели, но мы просто споседали 100 людей, 100 людей рассказали, и каждый еще по 10, и про эту историю, в которой вы работаете, всегда скажут, а, точу, мы там, какие-то идиотские, да, и, это же я. И, это важно.